Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В ходе предстоящих в Баку переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы. Накануне государственного визита Владимира Путина в Баку президенту России обратился президент Союза армян России Ара Абрамян. В обращении лидера общероссийской армянской организации содержалась просьба к главе российского государства поднять в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым вопрос об удерживаемых в Азербайджане армянах, в числе которых и бывшие руководители Арцаха. В обращении главы Сарара Абрамяна, в частности, говорится. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Судьба более 100 тысяч насильственно перемещенных армян, армянского культурно-исторического и духовно-религиозного наследия Нагорного Карабаха, а также участь нескольких десятков пленных армян, в числе которых и представители руководства НКР, на протяжении почти года незаконно удерживаемых властями Азербайджана, не может не волновать не только армян по всему миру, но и всех, кому не безразличны принципы добра и справедливости, гуманистические идеалы, которыми всегда славилась Россия, и которые воплощали в себе передовые деятели русской культуры и литературы, и ведущие политические и государственные лидеры России. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, от имени миллионов граждан Российской Федерации Армянской Национальности, обращаюсь к вам, как к нашему президенту, с просьбой уделить возможное внимание этим вопросам, во время вашего государственного визита в Азербайджан, будучи при этом уверенным, что эти вопросы находятся в поле вашего постоянного внимания. Ваш авторитет и характер личных отношений с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, отличающиеся высокой степенью доверительности, вселяют в нас надежду в достижении прогресса по этим вопросам, особенно, касающимся судьбы, удерживаемых в Баку, Рубена Варданяна, Араика Арутюняна, Бакоса Акяна, Аркадия Гукасяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Давида Манукяна, Ливоном Нациканяна и других. Указом президента Армении Вагна Хачатряна, по предложению премьер-министра Пашиняна, чрезвычайным и полномочным послом Армении в России, назначен Гурген Арсинян. С 2000 года и до настоящего времени, экономист по образованию, Гурген Арсинян был депутатом Национального собрания Армении. Причем в парламенте он представлял разные политические силы, от республиканской партии Сержа Сарксяна и процветающей Армении Гаги Коцарукяна, до Пашиняновского гражданского договора. До прошлого года он также владел бизнесом в России. Изучение декларации Арсиняна показало, что он был одним из самых богатых депутатов армянского парламента. Назначение Арсиняна послом в Москву в самой России воспринято без энтузиазма. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин не видит причин для возникновения доверительности между руководством России и новым послом, который является соратником Пашиняна. Формальная вежливость, конечно, будет соблюдена, но не более того, высказал уверенность Затулин. По мнению многих экспертов, назначение Арсиняна послом в Россию знаменует необратимость антироссийского выбора, сделанного Николом Пашиняном. Напомним также, что именно Арсиняну принадлежат фразы о том, что Турция никогда не угрожала Армении, а также о том, что нельзя рисковать тремя миллионами армян ради Арцаха. Лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян на встрече с гражданами заявил о том, что в сентябре будут возобновлены активные действия. Власти должны уйти в отставку как можно скорее. Каждый день существования антихриста и его агентов у власти – это катастрофа, как в правовом, так и в политическом, духовном и моральном смысле. Эти люди самым гнусным предательством сдали и продолжают сдавать все наши зоны безопасности. Мы попробуем провести целенаправленные действия, которые поставят этих людей на колени и заставят их уйти, отметил он. Эта борьба направлена на восстановление истины, на возвращение в наш Арцах. Наши соотечественники должны вернуться в свои дома, в Арцах. Это реалистично. То, что было у вас на уме 9 мая, сбудется в сентябре, добавил Баграт Галстанян. На прошедшей неделе в Ереване продолжались рассматриваться в судах дела над гражданами, выступающими против режима Никола Пашиняна. Обвиняются они по самым разным статьям, начиная от хулиганства и участия в массовых беспорядках и заканчивая экономическими статьями. Часть из этих политзаключенных уже долгое время сидят за решеткой. Есть и те, кто находится под домашним арестом. Лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян заявил, что все эти люди не обвиняемые, а незаконно задержанные, и обвинения нужно предъявлять совсем другим людям. Власти активно пытаются заблокировать деятельность партии Дашнак Цутюн, против членов которой возбуждено уже более 200 уголовных дел. В связи с этим, с заявлением выступил Верховный орган партии, утверждающий, что в Армении установлен политический режим и правовая система, для которых не существует минимальных правовых, политических и моральных принципов. Тем не менее, Дашнак Цутюн заявляет, что борьба не прекратится до тех пор, пока в Армении не утвердится власть, гарантирующая армянскую государственность и безопасность, обеспечивающая демократию основные права и свободы человека. В Армении 16 августа отметили 197 годовщину Ашаканской битвы, в ходе которой трехтысячный отряд генерала Красовского вместе с армянскими добровольцами вступил в бой с десятикратно превосходящим персидским войском Аббаса Мерзы, защитив осажденный Чмядзинский монастырь. Представительство Росотрудничества организовало торжественный митинг по случаю этой даты. В церемонии приняли участие представители Армении и России, духовенство, военных и общественных организаций. Митинг состоялся у памятника героя Машакана, который был возведен еще в 1833 году и торжественно открыт после реставрации в 2011 году. Россия искренне дорожит дружбой с Арменией. Наши братские народы связывают многовековые культурно-цивилизационные узы и духовная близость. И этот факт не могут отменить никакие попытки переписать историю. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Несмотря на то, что из учебника истории Армении изъят абзац, посвященный Ашаканской битве, мы всегда будем помнить и чествовать героев. Сегодняшнее мероприятие красноречиво свидетельствует, что они всегда будут в сердцах наших народов, заверил посол. Проживающие в Армении езиды 12 августа собрались перед ереванским офисом ООН для проведения акции информирования международного сообщества о сложившейся в Ираке кризисной ситуации вокруг езидов. Представителям Организации Объединенных Наций было передано соответствующее послание. Граждане призывают ООН и международное сообщество предпринять срочные меры в поддержку езидов, которым угрожают исламские группировки, и предотвратить новый геноцид этого народа в Ираке. Омбудсмен Арцаха Гигант Степанян опубликовал в соцсетях спутниковые фотографии села Махренес Гадрудского района Карабаха. На них видно, что большинство домов в деревне, школа, детский сад и другие постройки были разрушены. Церковь Сурб-Саркис была полностью разрушена еще к октябрю 2022 года. Культурный геноцид, совершенный Азербайджаном в Арцахе, продолжается при молчаливом соучастии международного сообщества. Олимпийскую команду Армении торжественно встретили в Ереванском аэропорту Зваркноц. Вице-чемпионы Парижских Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Артур Алексанян, тяжелоатлет Вороздат Лалаян и бронзовый призер, борец греко-римского стиля Малхас Амаян, вернулись на родину. Ранее в Армению вернулся еще один обладатель олимпийского серебра, гимнаст Артур Давтян. Всего Армению на 33-х летних Олимпийских играх представили 15 спортсменов. Команда с тремя серебряными и одной бронзовой медалью заняла общекомандное 66-е место. Напомним, что перед Олимпиадой армянские спортивные чиновники обещали 10 медалей, из которых 6 должны были быть золотыми. По словам главы Национального Олимпийского комитета Армении Гаги Кацарукяна, мы все ожидали и хотели максимального, но в одном случае не улыбнулась спортивная удача, а в другом – судейские решения. В любом случае, жизнь продолжается, и уже завтра начнется подготовка к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Субтитры создавал DimaTorzok